Здравствуйте, друзья! Я вас приветствую на заключительном модуле нашего курса «Функции». Функции представляют из себя подпрограмму. Подпрограмма – это некая программа, которая выполняет некую маленькую задачу. Давайте рассмотрим, как они взаимодействуют с главной программой. Итак, у нас есть главная программа, которая вызывает подпрограмму. Так как подпрограмма решает какую-то маленькую подзадачу, то наша главная программа использует ее для своей работы. Итак, допустим, у нас есть функция, вычисляющая сумму двух чисел. Наша главная программа может ее вызывать с некими конкретными значениями. То есть, он может посчитать сумму 1.2, сумму 3.4 и сумму 10.45. То есть, программа вызывает подпрограмму и использует данные, которые возвратит наша подпрограмма. Давайте посмотрим, как объявлять функции. Итак, чтобы объявить функцию, нужно написать ключевое слово «static». Далее нужно написать, что возвращает нам функция. То есть, какой тип она возвращает. Далее указываем имя функции. И в круглых скобках мы указываем те данные, которые принимает функция. То есть, указываем аргументы функции. А внутри фигурных скобок мы пишем тело функции. То есть, что она должна делать. Давайте рассмотрим на примере. Напишем функцию вычисления суммы двух чисел. Функция должна принимать два целых числа и возвращать одно целое число. Итак, пишем «static». Она нам возвращает целое число «int». Далее называем ее «sum». И в круглых скобках передаем два целых числа. Заметим, что аргументы передаются через запятую. То есть, сначала пишем «тип», далее «имя аргумента». Запятая «тип», «имя аргумента». И таких аргументов может быть любое количество, сколько вы захотите. Внутри функции мы вычисляем сумму двух переданных целых чисел. Они записываются в переменных «a» и «b». Записываем в переменную «sum» и возвращаем значение суммы. Внимание! Ключевое слово «return» означает то, что мы возвращаем что-то с функцией. И она должна совпадать с типом, который возвращает функцию. То есть, функция возвращает целое число. И сумм тоже является целым числом. Давайте теперь рассмотрим, как вызывать эту функцию с главной программы. Итак, наша функция не изменилась. Она осталась так же. Но, чтобы ее вызвать, нам нужно обратиться к нему по имени. То есть, сумм. И в скобках уже передаем какие-то конкретные значения. Эти конкретные значения запишутся в переменную «a» и «b». То есть, первое число запишется в переменную «a», а второе число запишется в переменную «b». То есть, в нашем примере у нас в функцию передаются значения переменных «c» и «d». То есть, у нас при вызове сумм «c» и «d» у нас вызовется функция со значениями «3» и «6». Функция посчитает сумму этих двух чисел и возвратит 9. Число 9 запишется в переменную «сум». Итак, функция что-то возвратила какое-то значение, и мы ее записали в переменную. Надеюсь, вы помните, что сначала выполняется «что», а потом «куда». «Что» — то, что вернула функция, а «куда» — это в переменную сумму. Далее выводим просто сумму этих двух чисел. А также мы можем сразу вывести то, что посчитала наша функция. То есть, мы посчитаем сумму 100 и 4, а то, что вернет нам функция, мы выведем на консоль. Так, давайте посмотрим, какие еще типы функции бывают. Функция может ничего не возвращать. Если вы хотите написать такую функцию, нужно тип возвращаемого значения указывать «void». Это означает то, что функция ничего не возвращает. Она что-то делает, но обратно нам ничего не возвращает. Итак, у нас есть функция «hello», которая принимает строку и выводит «hello» и эта строка. С главной функцией мы объявляем какую-то строку «name» и вызываем функцию «hello» — имя функции, и в круглых скобках мы указываем, что нужно передать функцию. В данном случае функции передается строка «Саша». У нас вызовется функция. В name запишется значение «Саша» и вызовется «hello, Саша». Вроде все понятно и легко. Также у нас могут быть функции, которые ничего не принимают и ничего не возвращают. Например, напишем функцию «hello», которая ничего не принимает. Это означает то, что у него в аргументах не будет ничего. То есть у нас будут пустые круглые скобки. И ничего не возвращает, пишем «void». Функция просто выводит на консоль «hello» «begeek». А с главной программы мы просто вызываем функцию по имени и тоже пишем пустые круглые скобки. Итак, давайте резюмируем наши знания, которые мы сейчас получили. Итак, функция – это некая подпрограмма, которая что-то может принимать и что-то может возвращать. Если наша функция ничего не возвращает, то мы пишем тип возвращаемого значения «void». Если мы хотим вернуть с функции некое значение, то мы должны писать «return» и «какое значение». Если наша функция ничего не принимает, то мы в аргументах ничего не пишем. Просто указываем пустые круглые скобки. При вызове функции с главной программы мы просто пишем имя функции и в круглых скобках мы передаем уже значения без типов. Сразу какое значение передать?